Для Молдовы это река покрывающая примерно, ее бассейн покрывает примерно две трети территории. Для Украины это тоже солидная часть, это вторая по значению река Украины. И в целом в бассейне реки живет около восьми миллионов человек. А сама эта река имеет длину 1362 километра, то есть одна из самых крупных рек, самых длинных рек Европы. И конечно эти восемь миллионов человек зависят от того, как эта река управляется. Надо сказать, что общеизвестное такое мнение, может быть заблуждение, что в связи с тем, что ныне промышленность уже меньше работает в этом регионе, казалось бы, ситуация с качеством воды должна улучшиться. Однако мы наблюдаем, что этого не произошло, более того, в эти 25 лет независимости двух государств деградация реки продолжается. И более того, появляются новые угрозы для нее. Недавно мы из средств массовой информации узнали, что в Украине всерьез обсуждается вопрос строительства шести дополнительных гидроэлектростанций. Это означает, что в шести местах в верхнем течении река будет перегорожена, будут созданы большие или не очень водохранилища. Однако, по нашему мнению, для Днестра это будет еще один удар, очень сильный. В чем же будет заключаться вот этот удар? Сегодня уже в силу функционирования гидроэнергоузла Новоднестровского, мы наблюдаем очень негативные изменения для нижней части Днестра. Да, имеется в виду средняя часть Днестра между самим гидрокомплексом и Дубосарской водохранилищей. Там прошли уже коренные изменения, связанные как с тем, что поступающая вода оказалась более прозрачной, чем раньше, чем естественно она должна быть. Кроме того, это вода холодная. И вот это, будем говорить, искусственное похолодание, оно связано с тем, что используется вода Днестровского водохранилища, нижних слоев, которая не прогревается в течение всего года, имеет температуру порядка 6 градусов. И в силу этого она с такой температурой поступает, например, летом, когда естественная температура воды порядка 20 градусов должна быть, а она поступает 6 градусов. Прозрачность приводит к развитию растительности. Потом растительность отмирает и поступает в Дубосарское водохранилище, которое продолжает стремительно заиливаться. Но она меняет и гидрологию реки, то есть режим разливов весенних реки, а также в целом уменьшается количество воды. Практически река потихоньку уже сегодня умирает. Вот два года подряд у нас несколько дней был сток воды выше 150 метров кубических в секунду. Норма должна быть 220-260. Мы получаем 120-70 и в последнее время 120-130. Чтобы понять, что это такое, это вот если вам нужно, вот вы привыкли, что вы в сутки пьете литр воды, и это для вас нормально, вам из этого литра оставляют один стакан, и вот живите как хотите. Вот так и Днестр. Если я вам скажу, что процессы самоочищения, то есть процессы, которые дают возможность жить реке, за последние три года уменьшились на 80% и попадает к нам технологическая вода. Поэтому, когда мы берем анализ и мы находим, что у нас Лавча вода грязнее, чем у Сорок по некоторым показателям, то это вызывает очень много вопросов. Как можно такое допустить, чтобы вот такое вот творилось, зная, что на этом Днестре целая страна, которая использует Днестр как питьевую воду. Во всех директивах европейских, международных, везде приоритет питьевого водоснабжения стоит на первом месте.